10 направлений для молитвы за Америку перед выборами. Надеюсь, вы молитесь за Соединенные Штаты в этот решающий предвыборный сезон, потому что решение нашего кризиса не является политическим. В книге пророка Исаии 43.11 говорится «Я, я Господь и нет Спасителя, кроме меня. Бог хочет, чтобы мы смотрели на Него, когда идем на выборы. Вот как я молюсь. Я надеюсь, вы согласитесь со мной. Отец Небесный, мы молимся о праведных лидерах. Отправляясь на выборы на этой неделе, мы молимся, чтобы ты дал нам лидеров, которые чтут тебя и уважают твои законы. Не дай нам тех лидеров, которых мы заслуживаем, но прояви милосердие к нам. Дай нам президента, губернаторов, конгрессменов и мэров, которые обладают честностью, смирением, состраданием и мужеством. И не позволяй коррумпированным политикам с эгоистичными мотивами занимать посты во власти. Мы молимся о безопасности для всех американцев. Преступники, члены банд и даже террористы пересекают наши открытые границы, в результате чего гибнут невинные люди. Господи, дай нам таких лидеров, которые позаботятся о том, чтобы защитить людей от вреда. Дай нам лидеров, которые готовы тщательно контролировать границу. Позволь невидным иммигрантам легально приезжать в нашу страну в поисках лучшей жизни, но не позволяй опасным людям, желающим сеять насилие, проникать в нашу страну. Мы молимся о мире на наших улицах. Господи, злые силы в нашей культуре пытались остановить верховенство закона, лишить полицию финансирования и вознаградить преступников. Мы молимся о прекращении этого безумия. Дай нам лидеров, которые готовы жестко бороться с преступностью. Мы особенно молимся о том, чтобы ты положил конец эпидемии перестрелок, деятельности банд, изнасилований и торговли людьми, происходящей в наших крупных городах. Мы молимся о благочестивых судьях и верховенстве закона. В Исае 5.20 сказано, Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Сегодня правосудие перевернуто с ног на голову. Многие из наших судей и окружных прокуроров создали свои собственные законы, которые поощряют преступников, способствуют коррупции, наказывают законопослушных граждан и разрушают нерожденную жизнь. Дай нам судей, боящихся тебя. Мы молимся о прекращении государственного гнета. Мы опасно близки к тирании. Многие из наших лидеров сегодня не уважают свободу слова или свободу вероисповедания. Многие из наших правительственных учреждений стали навязчивыми и властными. Господи, дай нам лидеров, которые понимают надлежащую роль правительства. Мы молимся о защите наших детей. Мы подвели наших детей, Господь. Распад семьи причинил травму и эмоциональную боль американским детям. Отсутствие моральных ориентиров породило путаницу и открыло двери для насилия в школе. Отсутствие уважения к нерожденной жизни привело к миллионам абортов. И сегодня некоторые школьные учителя распространяют ложные представления о половой принадлежности, побуждая некоторых детей проходить через опасные операции. Дай нам лидеров, которые защитят молодое поколение. Мы молимся об экономическом процветании и возможностях для всех. Твое слово обещает благословение тем, кто доверяет Тебе. В Салме 143.15 говорится, «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». В нем также говорится, что благословение включает в себя финансовое изобилие, здоровые семьи и хорошие урожаи. Господи, прости нас за то, что мы обращаемся к другим богам. Когда мы обращаемся к Тебе, пошли как духовные, так и материальные благословения. И пусть эти благословения достаются всем людям по справедливости, независимо от расы или этнической принадлежности. Мы молимся, чтобы Ты избавил нас от зла. Темный дух Антихриста действует во многих сферах нашего общества, включая средства массовой информации, Голливуд, корпоративный и финансовый сектор, наши колледжи и университеты, а также политику. Но Ты сказал нам, что мы можем молиться, избавь нас от лукавого. Искори не демоническую тьму из этих учреждений, разоблачи заговоры и козни нечестивых людей и привлеки к ответственности злых заговорщиков. Мы молимся о духе единства и сотрудничества. Господь, сегодня мы безнадежно разделены. Любовь многих остыла, наши слова отравляют атмосферу. Комментаторы СМИ кричат друг на друга. Ненависть стала настолько сильной, что некоторые пытались убить политиков. Политические разногласия разделяют даже семьи. Помоги нам не соглашаться друг с другом, не убивая друг друга словами. Избавь наши языки от яда. Дай нам благодать снова полюбить друг друга. Мы молимся о всеобщем духовном пробуждении на нашей земле. Господь, мы знаем, что единственная надежда Америки – это возвращение к Евангелию Иисуса Христа. Не может быть мира без князя мира. В прошлом Ты посылал великие духовные пробуждения, чтобы вернуть людей к праведности. Мы отчаянно нуждаемся в еще одном излиянии Твоего Духа. Пролей духовный дождь на нашу сухую землю. Мы знаем, что ни один политик и ни одна политическая партия не смогут спасти нас. Пошли еще одно великое пробуждение в наши церкви. Пошли еще одно движение Иисуса в наши кампусы. Пусть еще одно пробуждение на Азуза-стрит вновь разожжет огонь Святого Духа. Прости нас, исцели нас и восстанови Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Автор Джейли Грейди. Перевод Александр Филиппер для портала ishua.org